При демонстрации использования кофердама мы будем использовать японскую систему ФИТ. Высокоэластичная салфетка из латекса может быть очень хорошо адаптирована к любой форме. Одна поверхность кофердама покрыта порошком. Она должна быть обращена в сторону врача, не покрытая в сторону пациента. Белые виниловые шаблоны используются для точной маркировки позиций зуба в кофердаме. Поверхность кофердама, не покрытая порошком, помещается на шаблон, а покрытая смотрит вверх. Стандартный метод для изоляции на верхней челюсти включает маркировку зубов с 1-3 по 2-4. Для проколования отверстий в кофердаме используется перфоратор. Обычно выбирается второе самое маленькое отверстие. Второе самое большое используется для боковых зубов. Самое маленькое отверстие используется для узких нижних передних зубов. Следует четко следовать этим рекомендациям. Чтобы проколоть отверстие, кофердам следует слегка растянуть между пальцами. Стержень перфоратора должен быть перпендикулярен к маркировке. Чтобы получить аккуратное круглое отверстие, рукоятки перфоратора крепко сжимаются. Только действительно круглое отверстие может быть растянуто до нужных размеров без разрыва кофердама. Щипцы для клипс используются для расширения, надевания и снятия клипса. Щипцы имеют фиксатор ширины. Для надевания кофердам растягивают на рамку. Цилиндрические штифты удерживают кофердам на месте без его перфорирования. Для эндодонтических манипуляций используются складные рамки. Деревянные и пластиковые клинья – полезные приспособления. Они могут быть использованы для смещения кофердама по направлению к корню, что особенно важно при значительных дефектах. Клинья легко устанавливаются этими щипцами. Два типа клипс были разработаны для различных техник наложения кофердама. Клипсы с крыльями и без них. Согласно мнению авторитетных специалистов и практического опыта, некоторые клипсы используются чаще, чем другие. Сейчас мы их представим. Клипсы номер семь используются для нижних маляров. Щечки клипсы плоские – это важно для предотвращения травмы десны. Клипса номер два является более или менее стандартной. Она обычно используется для больших нижних примоляров. Клипса кофердама должна всегда контактировать с зубом, как минимум в четырех точках. Универсальная клипса номер пять предпочтительна для вторых верхних примоляров. Эти зубы имеют закругленную форму, а глубокие щечки этой клипсы прилегают к поверхности десневого края, предупреждая таким образом вращение. Чтобы наложить кофердам, сначала следует растянуть его на рамки, затем вставить клипсу в перфорированное отверстие и после этого надеть на зуб. Наложение кофердама гораздо труднее производится на зубах этой фантомной головы, которые не покрыты слюной, в отличие от настоящего пациента. Эта латексная полоска удерживает другой конец кофердама. Чтобы поднять латекс над крылом клипсы, используется шпатель Хайдмана. Шпатель Хайдмана и воздушная струя используются, чтобы разместить кофердам в области шейки зуба. Только в этом случае кофердам обеспечивает изоляцию зуба от влаги полости рта. Если ставится пломба по пятому классу, используется клипса номер 212. Клипса должна располагаться непосредственно на зубе. Цервикальная клипса всегда должна удерживаться на месте при помощи термопластического оттискного материала, такого как стенс. Материал стенс следует наносить здесь, между клипсой и резцовым краем. Здесь показана цервикальная клипса. Две подвижные дуги располагаются на губной поверхности, чтобы сместить десну в желаемую позицию. Большая жесткая дуга помещается в небной поверхности. Затем затягивается винт. Также можно использовать методику наложения кофердама, когда латексная салфетка вначале помещается на зуб, а затем растягивается на рамку. При применении этого метода впервые всегда следует удерживать клипсу кофердама куском флоса. Благодаря тому, что латекс очень эластичный, им можно легко сместить парадонтальный карман и зафиксировать его на месте. Это очень удобно во время операции. Боковую часть кофердама также можно удерживать на месте при помощи флоса. Кофердам всегда следует прижимать к шейке, как это показано было ранее. Клипса номер 27 без крыльев. Клипсы без крыльев предпочтительны в тех случаях, когда кофердам накладывается после их установления. Чтобы это сделать, внутреннюю поверхность кофердама вначале нужно покрыть любрикантом. Небольшое количество жидкого мыла вполне подойдет для этого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кусок флоса может быть использован, чтобы правильно наложить кофердам, даже на нёбной поверхности. Легко, когда знаешь, как делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом случае оставшаяся часть кофердама растягивается позади рамки. Складная рамка позволяет делать рентгеновский снимок при эндодонтическом лечении без предварительного снятия кофердама. Этот сюжет предшествует серии фильмов об эндодонтии, так как правильно наложенный кофердам чрезвычайно важен для эндодонтического лечения.